Представь поле, уходящее за горизонт. Земля пахнет свежестью, ветер треплет стебли молодой пшеницы. Но где тракторист? Ты смотришь на гигантскую машину, которая беззвучно движется по полю, и понимаешь, за рулем никого нет. Это не фантастика и не эксперимент, это реальность. Уже сегодня в США и Европе работают полностью автономные тракторы. Например, John Deere Autonomous 8R. Эти машины оснащены системой из камер, сенсоров и мощного программного обеспечения, которое позволяет им видеть поле, распознавать препятствия и принимать решения. Автономные тракторы способны работать круглосуточно. Они не устают, не ошибаются из-за усталости, не требуют перерыва на обед. Фермер задает маршрут через приложение, и машина начинает работу. Сенсоры на борту сканируют почву, анализируют качество обработки и при необходимости корректируют маршрут или глубину обработки. На практике это значит меньше потерь, меньше топлива, больше точности. Что особенно впечатляет, эти машины уже коммерчески доступны. Фермеры, у которых есть деньги, могут купить такую технику прямо сейчас. Конечно, пока это дорогое удовольствие, но как только технологии станут массовыми, цена снизится. Будущее, которое вчера казалось далеким, сегодня уже пашет поля. Но если тебе кажется, что это максимум возможного, то ты сильно удивишься, когда узнаешь, каких размеров могут быть эти машины. Гигант из США Скажем честно, американцы всегда любили все делать на размах. И в сфере сельхозтехники они тоже впереди планеты всей. Взять хотя бы трактор BigBud 16 V747. Самый большой трактор в мире. Этот монстр весит почти 130 тысяч фунтов и способен тянуть за собой оборудование шириной почти 90 футов. Но дело не только в размере. Модели от John Deere и K.I.H. оборудованы технологиями, которые позволяют не просто пахать землю, а делать это с хирургической точностью. Благодаря GPS и системам автопилота трактор едет идеально ровно, не оставляя пропущенных полос или лишних заходов. Визуально это по-настоящему впечатляющее зрелище. Гигантские колеса, кабина размером с комнату, светодиодные фары, которые освещают поле в темноте. Фермеры называют такие машины самолетами на колесах. Кажется, что больше уже невозможно. Но подожди. Самые интересные инновации скрыты не в размерах, а в том, кто вообще работает на этих полях. Роботизированные помощники Если ты думаешь, что весь прогресс – это просто большие железные машины, то ты не представляешь, какие крошечные роботы уже помогают фермерам. Представь, небольшие устройства размером с газонокосилку, которые сами исследуют почву, измеряют влажность, температуру, уровень удобрений. В США и Европе уже тестируют такие системы, как Small Robot Company из Великобритании. Их роботы могут сеять, пропалывать и собирать урожай, обходя каждое растение и принимая решения на месте. Вместо того, чтобы заливать все поле химикатами, такие роботы точечно обрабатывают каждое растение, экономя ресурсы и уменьшая вред экологии. Более того, некоторые роботы даже используют компьютерное зрение, чтобы распознавать сорняки и удалять их механически или лазером. Это не только экономит деньги, но и снижает использование гербицидов, которые портят почву и воду. Удивительно, правда? Но если ты думаешь, что это верх технологичности, то подожди, пока узнаешь, что некоторые тракторы теперь буквально мыслят. Техника с ИНОБАРТУ Ты наверняка слышал про искусственный интеллект, но знаешь ли ты, что уже сегодня ИИ стоит на службе сельского хозяйства? Модели вроде Fendt 700 Vario Gen 7 или New Holland T7 Heavy Duty оснащаются системами, которые анализируют данные в реальном времени. Где почва плотнее, где нужно меньше удобрений, как лучше прокладывать маршрут. Эти машины сами понимают, как работать эффективнее. Например, они могут менять скорость и давление на почву в зависимости от типа грунта, определять, где нужно больше обработки, а где можно сэкономить. ИИ анализирует десятки параметров одновременно. Температуру, влажность, уклон поля, плотность почвы. Это превращает обычное вождение трактора в высокотехнологичный процесс. И если ты думаешь, что все это требует кучи топлива, то знай, следующий шаг – полностью отказаться от бензина и дизеля. Электротракторы. Мир двигается к зеленой энергии. И тракторы не исключение. Уже сегодня на рынке есть электрические модели, такие как Monarch Tractor из США или Fendt и Estovario из Германии. Эти машины работают на аккумуляторах, которые заряжаются от солнечных панелей или электросетей. Электротракторы тише, не выбрасывают вредных газов и требуют меньше обслуживания. Они идеально подходят для работы в экологически чувствительных районах или органических фермах, где использование дизеля нежелательно. Но даже больше впечатляет то, что электрические машины могут работать с ИИ, подключаться к интернету и получать обновления по воздуху. Как смартфон. Это значит, что трактор, купленный сегодня через несколько лет, может стать еще умнее. Просто благодаря обновлениям программного обеспечения. Все это звучит как революция. Но поверь, настоящие сюрпризы ждут нас в том, что делают инженеры Европы. Европейский прорыв. Когда речь заходит о передовой сельхостехнике, многие сразу думают об Америке. Но именно Европа давно и упорно задает стандарты в инновациях. Германия, Нидерланды, Франция. Эти страны создают такие машины, что даже американским гигантам приходится напрягаться. Возьмем, например, Fendt. Немецкий бренд, который знаменит своими умными тракторами. Их модели оборудованы технологиями VariaDrive, позволяющими передавать мощность точно туда, где она нужна, снижая потери и повышая эффективность. А нидерландские инженеры, например, активно разрабатывают роботов-опрыскивателей, которые используют камерные системы, чтобы точечно обрабатывать растения. А во Франции идут эксперименты с электрическими мини-роботами, которые заменяют ручной труд на виноградниках. Они могут ползать между рядами, рыхлить землю, собирать урожай. Особенно важны такие разработки для малых хозяйств, которые не могут позволить себе огромные тракторы, но хотят идти в ногу с технологическим прогрессом. Интересно, что европейские фермеры все больше делают ставку на устойчивое развитие. Они не просто хотят больше урожая, они хотят выращивать его с минимальным вредом для экологии. И технологии им в этом помогают. Но настоящие чудеса начинаются, когда эти умные машины соединяются в единую сеть. Точные технологии. Представь, что поле — это не просто участок земли, а огромная сеть данных. Каждая точка, каждый дюйм — это информация о влажности, составе почвы, количестве удобрений. И теперь представь, что вся эта информация стекается в компьютер, который управляет техникой в реальном времени. GPS-навигация позволяет тракторам двигаться с точностью до нескольких дюймов. Сенсоры в почве передают данные о ее состоянии. Дроны с камерами летят над полем и сканируют посевы, выявляя проблемные зоны. Все это вместе формирует систему точного земледелия — технологии, которые позволяют не просто работать наугад, а действовать максимально эффективно. Фермер может сидеть в офисе или даже дома, наблюдая на экране, как техника сама делает свою работу. Не нужно гадать, где больше удобрений, а где меньше. Системы все рассчитали. В результате меньше затрат, меньше потерь и больше урожай. Звучит круто, правда? Но давай копнем глубже и посмотрим, как современные сейлки и комбайны перевернули привычный процесс работы на ферме. Умные сейлки и комбайны. Если раньше посев или сбор урожая были долгими и трудоемкими процессами, требующими множество людей, то теперь все иначе. Современные сейлки сами определяют, на какой глубине заделывать семена, с какой плотностью сеять, сколько удобрений подавать в каждый ряд. Они делают это на ходу, анализируя данные от сенсоров. Комбайны стали настоящими монстрами технологий. Например, модели от Класс или Нью Холланд оснащены системами, которые анализируют влажность и качество зерна прямо во время уборки. Они могут автоматически настраивать скорость вращения барабанов, высоту среза, мощность всасывания, чтобы минимизировать потери и сохранить качество урожая. Удивительно, что вся эта техника может работать в связке. Тракторы, комбайны, грузовики – все синхронизируется через программное обеспечение. В итоге ферма превращается в слаженный механизм, где каждый элемент знает свою роль. Но Европа и Америка – не единственные игроки на этом поле. Азия тоже не отстает. Когда речь заходит о высоких технологиях, Япония и Китай всегда в числе лидеров. И сельское хозяйство – не исключение. Японская компания Кубота давно известна своими инновационными тракторами, которые объединяют компактность и высокую производительность. Некоторые их модели уже работают с полуавтономными системами, позволяющими фермеру управлять несколькими машинами одновременно. В Китае особое внимание уделяют роботам для работы в рисовых полях – специальных машинах, которые умеют работать в сложных условиях высокой влажности. Китай активно внедряет дроны для посева и опрыскивания. Благодаря им работы на больших площадях идут в разы быстрее. Кроме того, в Южной Корее разрабатываются прототипы тракторов на водородном топливе. Это попытка уйти от ископаемого топлива и сделать сельское хозяйство более экологичным. Азия – это огромный рынок, и то, что происходит там, напрямую влияет на мировые тренды. Но какие бы страны ни были впереди, цель у всех одна – сделать сельское хозяйство эффективнее и экономичнее. Экономия ресурсов Современная техника не просто пашет или убирает урожай, она помогает экономить. Топливо, воду, удобрения. Например, системы капельного орошения, соединенные с датчиками влажности, подают воду ровно туда, где она нужна. Удобрения вносятся точечно, только под те растения, которые в них действительно нуждаются. Кроме того, благодаря точным технологиям и программному обеспечению техника оптимизирует маршруты движения, снижая расход топлива. Например, трактор уже не делает лишних кругов по полю, не повторяет обработку там, где все уже сделано. Это экономит тысячи долларов в год. Но не менее важно, что такие технологии помогают сохранить здоровье почвы, снизить нагрузку на экосистему и сделать фермерство более устойчивым. И вот тут встает вопрос, а что насчет экологии? Можно ли сделать так, чтобы большие машины не вредили планете? Зеленые технологии Когда мы говорим о больших машинах, сразу думаем о выбросах, шуме, загрязнении. Но современные тракторы и сельхозтехника идут по пути зеленых технологий. Электротракторы, о которых мы уже говорили, это только часть истории. Сейчас активно разрабатываются модели на водородном топливе, а также гибридные машины, которые умеют комбинировать разные источники энергии. Например, компания New Holland создала трактор, работающий на метане, биогазе, который можно получать прямо на ферме из отходов. Представь, ферма сама производит топливо для своей техники. Это снижает выбросы углекислого газа и экономит деньги. Но и это еще не все. Техника становится тише, что важно для фермеров, работающих рядом с жилыми зонами или в заповедниках. Новые материалы уменьшают вес машин, а значит, снижают давление на почву и уменьшают ее уплотнение. Даже шины проектируются так, чтобы меньше разрушать структуру грунта. Все это делает сельское хозяйство более дружелюбным к планете. Но чтобы этим всем управлять, нужны не только железо и колеса. Нужны умные мозги и программы. Программное управление. Представь, фермер сидит дома с планшетом или ноутбуком, а на экране вся ферма, как на ладони. Он видит, где сейчас работают тракторы, сколько топлива у каждого, как идет посев или уборка. Он может одним касанием изменить маршрут техники, остановить машину, если что-то пошло не так, или запланировать работу на завтра. Это стало возможным благодаря программному обеспечению, которое соединяет все машины и устройства на ферме в единую систему. Системы вроде John Deere Operations Center или TrimbleX Software позволяют фермеру управлять техникой, анализировать данные, строить отчеты и прогнозы. Больше не нужно вручную переписывать цифры с поля. Все поступает автоматически. Это экономит время и снижает риск ошибок. А самое важное, фермер видит картину целиком, может планировать сезон заранее и принимать более взвешенные решения. Но чтобы программа действительно помогала, нужны данные. Много данных. И вот тут начинается настоящая магия, потому что современные фермы превращаются в фабрики больших данных. Большие данные на ферме. Каждое действие на ферме сегодня генерирует данные. Например, трактор передает информацию о расходе топлива, сенсоры в почве, о влажности и составе, дроны, о состоянии растений. Все это собирается, анализируется и превращается в ценную информацию. Фермеры могут узнать, какие участки поля дают больше урожая, где нужно улучшить дренаж, а где сменить культуру. Системы анализа данных помогают находить закономерности, которые человек без помощи техники просто не заметил бы. Например, почему в одном углу поля всегда меньше урожая? Ответ может быть в почве, в поливе или даже в микроклимате. И теперь это можно выяснить. Компании, работающие с агроданными, создают целые платформы, которые помогают фермерам оптимизировать производство, повышать эффективность и даже прогнозировать прибыль. Но самое впечатляющее, это когда все эти технологии соединяются, и ферма начинает работать практически без участия людей. Автоматизация фермы Ты когда-нибудь представлял себе ферму, на которой почти нет людей? Это не фантастика. Это уже начинает происходить. Автоматизация охватывает все. От посева до сбора урожая. От кормления животных до уборки помещений. Роботы кормят коров, чистят загоны, собирают яйца, контролируют температуру в теплицах. В США и Европе уже работают полностью автоматизированные молочные фермы, где человек нужен только для настройки оборудования. Автоматические доильные установки сами находят коров, определяют, когда нужно подоить, и делают это с минимальным стрессом для животного. В растениеводстве все идет к тому же. Роботизированные тракторы и комбайны, дроны, автоматические системы полива и удобрения. Фермер становится скорее менеджером или оператором, который следит за процессами, а не делает работу руками. Но это поднимает важный вопрос. Если техника все делает сама, что ждет людей? Будущее без людей Все больше экспертов говорят о том, что через несколько десятилетий фермы могут полностью обходиться без людей. Автономные машины, роботы и все это способно заменить не только тяжелый труд, но и принятие решений. Фермы будущего будут напоминать фабрики под открытым небом, где все работает автоматически. С одной стороны, это открывает огромные возможности, больше еды, меньше потерь, меньше вреда природе. С другой, это меняет социальную ткань общества. Что будет с деревнями, если людям там больше нечего делать? Что будет с профессией фермера, которая существует тысячелетиями? Скорее всего, роль человека изменится. Вместо того, чтобы пахать поле, он будет анализировать данные, разрабатывать стратегии, управлять машинами. Но часть романтики фермерства, возможно, уйдет навсегда. Экономические эффекты. Когда на фермах появляются ультрасовременные машины, это меняет не только сами поля, но и всю экономику. Представь, трактор СИИ, который работает быстрее и точнее, чем любой человек. Он сокращает расходы на топливо, удобрения, время. Значит ли это, что фермеры становятся богаче? Да, но не все так просто. Стоимость таких машин огромна. Например, автономный трактор может стоить сотни тысяч долларов. Это значит, что доступ к ним имеют в первую очередь крупные хозяйства и агрохолдинги. Малые фермеры часто оказываются на обочине технологической революции. Кроме того, сокращаются рабочие места. Если раньше на ферме трудились десятки людей, то теперь достаточно нескольких операторов и механиков. Это снижает и сдержки, но ударяет по местным сообществам. Тем не менее, экономическая эффективность растет, больше урожая с меньших затрат. Интересно, что это дает странам новые конкурентные преимущества. Те, кто быстрее внедряет инновации, могут завоевывать рынки, экспортировать больше продуктов и снижать себестоимость. Но деньги – это не единственное, что меняется. Меняются и люди, и целые сообщества. Социальные изменения. Что происходит с людьми, когда машины забирают их работу? В деревнях и сельских регионах это особенно заметно. Молодежь уезжает в города, потому что на ферме больше нечего делать. Те, кто остаются, либо становятся операторами сложной техники, либо уходят в смежные профессии. Но есть и другая сторона. Новые технологии требуют образования, знаний, навыков. Это значит, что фермеры все чаще учатся, проходят курсы, осваивают компьютеры, работают с аналитикой. Появляются новые рабочие места. Например, специалисты по обслуживанию автономной техники или аналитики данных. Кроме того, автоматизация снижает физическую нагрузку. Раньше фермерский труд был тяжелым, изнурительным, часто опасным. Теперь он становится интеллектуальным. Это меняет само восприятие профессии. Фермер больше не просто человек на тракторе, а управляющий высокотехнологичным предприятием. Выводы и перспектива. Мы с тобой прошли увлекательное путешествие по миру ультрасовременных тракторов и сельхозтехники. Мы увидели машины без водителей, электротракторы, роботов, ИИ, большие данные, автоматизацию. Все это не фантазии, а реальность, которая уже меняет сельское хозяйство. Эти технологии дают огромные преимущества. Больше урожая, меньше затрат, меньше вреда природе. Они открывают новые возможности для фермеров и целых стран. Но они же ставят перед нами вопросы, что будет с людьми, чьи профессии исчезнут. Как сохранить баланс между прогрессом и традицией. В конечном итоге техника это отражение нашего выбора. Мы можем использовать ее только ради прибыли, а можем ради устойчивого будущего, ради того, чтобы накормить растущее население планеты и сохранить здоровье Земли. Какой путь мы выберем? Решать нам. И может быть, когда ты в следующий раз посмотришь на простое зерно хлеба и вспомнишь, за ними стоят не только руки фермеров, но и целая армия умных машин, которые незаметно, но уверенно меняют мир.